Добрый день, уважаемые коллеги, давайте начинать. Меня зовут Комков Андрей. Семинар наш сегодняшний называется «Премер использования компонента 1С Баркод». Прежде чем начнем говорить про компоненты и про стихикодирование вообще, давайте пару слов скажу о себе. Я преподаватель центра и занимаюсь курсами по направлению 1С программирования, читаю все курсы напрямую связанные с программированием системы 1С предприятий. Курсы охватывают многие аспекты программирования, но не все, поэтому по традиции иногда мы проводим семинары, в которых рассказываем что-то такое, чего в курсах у нас нет. Рассказывая про работу с ОШТИФКодами, я буду иногда ссылаться на разные курсы, читаемые в нашем центре, и поэтому сразу скажу, что информацию некоторую можете найти на сайте, если заинтересуетесь какими-то курсами, либо по телефону центра можете узнать все подробно. Чем будем заниматься? Поговорим про стихикодирование вообще, реализуем механизм упрощенный штрих кодов товаров и посмотрим, как можно их печатать. Один из вариантов. Такие вот планы. И поскольку у нас присутствуют слушатели, причем немало таких слушателей, которые с программированием в системе 1С незнакомы, то я начну, пожалуй, с создания чистой базы. Поскольку база у нас довольно простая, мы можем создать ее с нуля и организовать учет товаров с ОШТИФКодами. Итак, нам потребуется информационная база. База семинара. База семинара. базу которую я сейчас создам можно будет через какое-то время найти на нашем сайте через личные кабинеты и так вот чистая информационная база на всякий случай задам ей понятное имя ну и прежде чем мы дойдем до разговора о компоненте и о печати штрих кодов нам необходимо реализовать учет товаров в нашей системе а кто не в курсе платформа 1с предприятия которой мы сейчас пользуемся она позволяет довольно быстро в случае с простыми задачами как у нас сейчас организовать введение учета чего-либо и для простейшего учета товаров нам потребуется создать справочник под названием товары при необходимости настроить какие-то свойства и у нас введение учета товаров в каком-то смысле готова я запускаю клиентское приложение и вот у нас есть справочник товара ну в этом семинаре мы представим что у нас есть какой-то магазин магазин торгует например фототехникой поэтому я добавлю какие-нибудь товары вставочник товара скажем торгуем мы объективами какими-нибудь вот у нас появился первый товар и вот у нас появился второй товар ну и теперь штрих-коды чем они могут быть полезны против товаров как минимум могут быть полезны для решения задачи найти товаров справочники по штрих-кодам все это видели я думаю как как все это происходит собственно нам нужно теперь кроме названий кодов товаров где-то ввести учет их штрих-кодов штрих-код это ну скажем некий номер или условно говоря код штрих-коды все видели правда не всех думаю видов и подвидов но самые распространенные типы штрих-кодов вам должны быть известны это первый вопрос уже по делу где мы будем хранить собственно штрих-коды вот этих товаров учитывая что у одного товара штрих-кодов может быть несколько по разным причинам то мы сами штрих-коды вынесем за пределы справочника будем хранить регистры сведений регистры сведений назовем штрих-коды а задача регистра по штрих-коду показать нам что это за товар такой поэтому в простейшем случае регистр будет иметь такую вот структуру измерения штрих-код штрих-код это строка и лучше если добавим сюда побольше символов ресурсом будет номенклатура кто слушал курс по основным объектам хотя бы тот в курсе что при такой структуре регистра одному штрих-коду будет соответствовать какая-то одна единственная номенклатура правильнее думаю в нашей учебной базе назвать измерение товара одному штрих-коду соответствует один товар казалось бы мы что-то сделали для учета штрих-кодов но где сейчас мы в интерфейсе найдем справочник точнее простите регистр штрих-коды виде автономного списка как удобно пользователю заводить штрих-коды поступил товар нам нужно сгенерировать какой-то штрих-код для вот этого товара естественно нам не интересно искать где-то в интерфейсе регистр и добавлять туда запись и указывать какому товару соответствует этот штрих-код поэтому первое что нам нужно сделать чтобы в карточке товара отображались штрих-коды этого товара а кстати вот этой штуки уже мы не делаем треки из семи курсов которые некоторые из вас слышали такую задачу мы учимся решать в курсе по работе с формами если вы этот курс прослушали вы бы знали что сейчас нам предстоит создать специальную команду для регистра штрих-коды которые будут связаны со справочником товара и будет позволять нам открывать список штрих-кодов из непосредственно форме товара давайте это проделаю но потребуется команда пусть называется штрих коды и сразу отмечу группу панель навигации формы важно чтобы кнопка связано с этой командой отобразила сразу в правильном месте тип параметра справочник ссылка товара эта команда будет открывать список штрих-кодов но ей нужно знать штрих-коды какого товара нужно показывать поэтому параметр команды мы используем к счастью обработчик команды содержит уже заготовленный текст который уже открывает форму списка регистра сведения штрих-коды единственное что нам нужно подумать про параметры формы параметры формы а будут использованы для отбора нам нужно сюда вот этот параметр параметры формы передать структуру отбора ну кроме отбора в параметры формы могут передаваться и другие данные поэтому мы сначала туда добавляем элемент по имени отбор чтобы было понятно платформе что это именно отбор а какого типа будет этот отбор это будет структура отбирать будем по товару товар это имя элемента отбора значения параметр команды и теперь нужно лишь проверить чтобы вот это команда штрих-кода была доступна из формы справочника товары откроем форму ее пока нет ее создал и на закладке командный интерфейс смотрим что по умолчанию даже включена эта команда регистр средний штрих-код и команда штрих-коды вот теперь ждем что форме элементов товаров образуется список штрих-кодов этой номенклатуры посмотрим откроем какой-нибудь товар действительно появились его штрих-коды ура можно открыть список увидеть штрих-коды конкретно этого товара и здесь создать штрих-код но что неудобно во-первых его нужно вручную вводить а во вторых почему-то не заполнен товар товар понятно какой здесь должен быть проставлен вот этот вот там ром но его здесь нет вот если бы мы были на курсе по работе с формами мы бы знали что нам нужно дополнительно ввести настройку и для штрих-кодов для регистра средний проверить настройки ресурс товара и отметим что товар заполняется из данных заполнений из тех данных которые передаются форме списка через параметры проверяем еще раз теперь при создании штрих-кода товар указан а что касается штрих-кода какие варианты есть вводить вручную конечно можно но лучше генерировать штрих-код автоматически и мы будем использовать сейчас штрих-код под названием EAM13 который на большинстве в большинстве случаев используется на текущий момент значит нам нужно написать механизм который при создании вот этой формы будет автоматически придумывать новый штрих-код товара тот штрих-код который пока еще в регистре не используется для этого как вы понимаете нам придется написать немножко кода что делается нам нужен механизм штрих-кодирования поэтому я начинаю с модуля менеджера регистра сведений потребуется написать ряд функций которые будут заниматься генерацией новых штрих-кодов логично начать с такой функции которая будет выяснять а какой штрих-код последним был сгенерирован то есть другими словами максимальный штрих-код из тех которые у нас есть сейчас в регистре вот здесь в измерении у нас есть штрих-код нужно по всей таблице регистры найти штрих-код который максимальный итак функция называться будет получить максимальное значение штрих-кода опечатка как же нам найти максимальное значение в регистре в каком-то там поле очевидно нам предстоит написать какой-то запрос запрос этот можно попытаться собрать конструктором хотя он может представлять некоторую сложность при работе с конструктором даже если вы знакомы с работой с конструктором итак как найти максимальный штрих-код по всей таблице ну казалось бы у нас есть штрих-код и у нас есть функция максимум при группировке мы действительно найдем штрих-код максимальный с помощью вот этой функции максимум но подумаем про структуру штрих-кода как устроен штрих-код который мы предполагаем использовать 13 символ он будет содержать какие-то там значения в количестве 12 символов вот таким будет у нас первый штрих-код а дальше я не могу утверждать но какой-то там дополнительный символ какое-то дополнительное значение будет указано в качестве контрольного для контроля правильности считывания вот этого штрих-кода соответственно при поиске максимального значения нам будет удобно отбросить вот этот контрольный символ и искать максимальное значение из вот этих первых 12 как это сделать в запросе нужно подписать функцию под строка и сказать что нам нужен не весь штрих-код а только первые 12 символов и применяем функцию максимум вот к этой конструкции мы найдем уже максимальный непосредственно штрих-код и такой неочевидный момент связанный с этим запросом что если регистр у нас пустой сейчас кстати он у нас пустой что мы получим в результате этого запроса таким будет результат мы получим одну запись даже несмотря на то что регистр у нас пустой но вот в этом поле которое пока еще называется поле 1 у нас будет записано значение null что не вполне удобно поэтому сейчас нам нужно как-то подписать функцию есть null вот к этому выражению как же это сделать в конструкторе ну вообще говоря не совсем очевидно потому что мы сейчас собираемся применить функцию к результату группировки здесь этого сделать нельзя а если мы заранее не знаем какой вариант мы будем использовать мы в окошке запрос включим редактирование и подпишем здесь в том числе есть null если это null то нам нужен ноль причем строкой и раз уж мы здесь давайте напишем псевдоним кода строка подчеркнуть что это строковое значение ну и посмотрите как это теперь выглядит в конструкторе группировки вообще нет все что нужно реализовать с помощью одного длинного вычисляемого поля так вот у нас появился хитрый запрос запрос который для нас определяет какой максимальный штрих код сейчас есть в таблице регистра все что нужно этой функции получить из результата запроса значение оно будет одно единственное и вернуть нам его причем лучше в виде числа поэтому возврат число выборка код строка и поскольку мы все возможные случаи предусмотрели в запросе или почти все можем считать что функция число у нас отработает потому что здесь свойство код строка мы точно получим строку итак первая функция вспомогательная у нас есть мы можем получить максимальный штрих код ну и теперь нужно написать функцию которая сгенерирует нам новый штрих код каков ее будет алгоритм найти максимальный штрих код который есть добавить единицу и приделать справа контрольный символ функция получить новый штрих код получить новый штрих код EAN13 экспорт итак по плану нам нужен максимальный штрих код получить максимальный максимальный максимальное значение штрих кода определили новым штрих кодом каким будет такое значение нового штрих кода максимальный плюс 1 теперь нам нужно сформировать штрих код почему будет некорректно неправильно неудобно написать здесь функцию строка вот так строка код код это какое-то возможно многозначное число поэтому если применяем функцию строка функция строка по своему отформатировать этот код с разделителями групп разрядов с дробной частью возможно и так далее со своими особенностями короче говоря поэтому применяем мы что функцию формат очевидно и просим вот этот числовой код преобразовать к строке причем не как-нибудь а так как мы говорим конструктор форматной строки нам здесь очень поможет и так что нужно написать здесь форматной строки во первых по поводу группировки никакой группировки быть не должно никаких разделителей групп разрядов это первое второе лидирующие нули выводить необходимо штрих код должен содержать строго 13 символов соответственно сейчас нам нужно преобразовать код к строке из 12 символов 12 плюс 1 контрольный всего 13 и вот форматная строка говорим что 12 символов у нас есть что лидирующие нули выводятся и что никаких группировок разрядов окей и последний штрих к штрих коду нужно добавить контрольный символ и вот тут большой вопрос как это сделать нам нужна какая-то еще функция которая получает этот контрольный символ контрольный символ EAN могли бы мы конечно ее написать но пожалуй нам не очень хочется описывать много функций в рамках учебного семинара поэтому мы попытаемся найти готовую функцию данный алгоритм естественно присутствует в типовых конфигурациях можно там подсматривать я вот какую-то случайную реализацию возьму вставлю свой текст в надежде что это рабочая функция эта функция которую я скопировала она просит на штрих-код и некий тип что такое тип ну судя по тому что здесь написано это количество символов разрядность этого штрих-кода поэтому я при использовании функции напишу что контрольный символ нужно получить для штрих-кода и у этого штрих-кода 13 символов вот и все возврат штрих-код судя по контролю синтекса с ошибками так мы написали несколько функций которые уже позволят нам прямо сейчас взять и организовать автоматическую генерацию новых штрих-кодов для новых товаров и для старых тоже отправляемся мы в форму товара а лучше создать форму записи естественно это как-то ближе к работе регистра штрих-коды формы формы записи при создании интерактивном создании штрих-кода будет открываться такая вот форма и при создании этой формы на сервере мы можем сразу сгенерировать штрих-код а правда тут возникает вопрос всегда ли нужно его генерировать вдруг мы открываем запись какую-то уже записанную в базу где уже есть штрих-код а как быть можно штрих-код проверять а можно проверить форма это новой записи или записи которая считана из базы нам нужно как-то это выяснить попробуем вот так это сделать когда мы имели дело со справочниками с документами в курсах в основных объектах и в прочих то мы проверяли наличие элемента справочника например в базе по тому пустая ссылка у него или нет у записи нет ссылки но у нее есть похожие свойства у формы обратите внимание реквизит называется запись а вместо ссылки у записи есть исходный ключ записи у ключа записи тоже есть метод пустой будем считать что если у записи нет ключа то эта запись нуждается в автозаполнении штрих-код запись штрих-код присвоить регистра сведений штрих-коды получить новый штрих-код конец если вот все готово берем товар жмем создать штрих-код записываем в базу новый шифф-код для первого товара нам нужен штрих-код для второго давания штрих-код теперь пользователь может сам создавать штрих-коди любым товаром тринадцати символами штрих-код у нас есть следовательно можно уже подумать и про печать этого штрих-кода где уместно печатать штрих-коды в нашем простом случае мы будем их печатать в карточке этого товара будем даже называть этой этикеткой товара как организовать печать кто был на курсах знает что у нас есть конструктор печати с помощью которого собираем быстро заготовку печати эту печать будем представлять себе как печать ценников конечно на практике в большинстве случаев используется специальное оборудование для печати этикеток и ценников это вопрос совершенно не касающийся нашего семинара а потому что принципы работы с торговым оборудованием они немножко другие но когда товаров мало когда у нас небольшая организация мы можем для печати какого-то скромного количества этикеток использовать обычный принтер и специальную бумагу для этого предназначено представим что у нас как раз такой случай и будем печатать здесь штрих-код код наверное я уберу а вместо слова товара заголовки будем печатать штрих-код вопрос так а вот тут нам поможет компонентам почему эта компонента возможно вы про эту компонент услышали возможно даже слышали очень давно потому что она очень старая но она общедоступная она очень простая в использовании поэтому если задача стоит быстро реализовать печать штрих-кода там где он не печатается в системе где возможно вообще нет никакой печати штрих-кодов то это компонента один из самых простых вариантов это сделать где мы ее берем отправляемся на сайт и т.с. я думаю вы в курсе что это ты пытаемся найти здесь компоненту печати штрих-кодов вот она нашлась сразу обращайте внимание что данный механизм разрабатывался на платформе версии 8.1 то есть это однозначно писалось когда использовались обычные приложения так что определенные ограничения мы получим для кого-то существенный для кого-то не очень и так нужно загрузить данную компоненту загрузили лучше ее как-нибудь извлечь из этого архива и запустить программу установки вот пошел процесс ждем отклика вот программа установки говорит нам что на этой машине уже установлена давайте попробуем вариант изменить фактически переустановим компонент готово что произошло была добавлена и зарегистрирована компонента ее можно поискать где-нибудь где-нибудь на диске c программ файл с 1с 1с баркод вот она здесь есть какая-то документация но вы уже видели что на той странице откуда мы загрузили эту компоненту есть ее описание вполне конкретно исчерпывающие в плане того какие свойства и методы у этой компоненты единственная сложность здесь состоит в том как ее подключить здесь об этом не написано но мы знаем что в случае с использованием таких вот компонент которые у нас для обычного приложения скажем так разрабатывались мы можем использовать их в макетах если они для этого предназначены но для этого нам нужно в меню таблицы найти рисунки и здесь есть такой хитрый пункт вставить объект просим вот сюда в заголовок объект вставить это будет элемент управления 1с в 8 печать 4 кода окей а вот он появился и так в макете есть картинка которая будет печататься в виде штрих-кода с помощью компонента устанавливаем на этой машине рамочку предлагаю убрать и задать имя чтобы этот рисунок назывался не до 1 а как то понятно штрих-кода ну вот естественно сейчас эта штука будет печататься со стандартным штрих-кодом мы в курсе что нужно поменять процедуру печать во первых запрос который получает данные для печати сейчас не получает штрих-код вы видите он предусматривает печать только коды и название ну что делал запускаем конструктор добавляем сюда регистра штрих-коды из регистра штрих-коды получаем штрих-код и закрываем глаза на вопрос о том что у одного товара может быть несколько штрих-кодов если это учитывать нам предстоит решать отдельно эту задачу я поменяю местами таблицы к всем товарам которые мы сейчас печатаем виде этикеток добавляем с помощью либо соединения данные из регистра штрих-кода а именно штрих-код и так в результате запроса появился штрих-код теперь его можно напечатать как его печатать штрих-код мы добавили к области заголовок соответственно перед выводом области заголовок нам нужно сделать что-то в этой области у области есть свойства рисунки то что мы сейчас добавляли в макет это и есть рисунок рисунок мы назвали мы его назвали штрих-код поскольку в виде ком объект он у нас встроиться в нашу систему то можно просто запомнить что у таких объектов есть свойства объект ну а дальше его свойства уже можно смотреть в документации какие свойства нужно заполнять наверняка нужно установить тип кода а мы собирались печатать 13 символный код поэтому тип кода устанавливаем значение 1 как видим что тип кода это свойство типа число и так объект . тип кода присвоить 1 что еще нам нужно здесь настройки еще нам нужно сказать этой компоненте что контрольный символ мы сами посчитали она могла бы его добавить из-за нас но мы его уже учли и он уже хранится у нас в и поэтому ищем соответствующие свойства содержит контрольный символ типа булева содержит контрольный символ истина и собственно штрих-код он у нас в свойстве сообщения выборка штрих-код вроде мы что-то написали что по идее должно выводить штрих-код и можем даже попытаться выполнить этот код увидеть что пока эта штука не работает выбираю что-нибудь для печати жму печать я получаю исключение мне говорят что тип кода не является свойством того чему мы обращаемся вероятно если откроете отладчик и видите что вот в этом свойстве объект у нас пусто что вызывает вопросы потому что только что когда мы собирали макет мы видели что у нас здесь есть не просто картинка а готовый и работающий объект более того вы здесь можете даже свойствах этого объекта не в этих свойствах вот в этих свойствах ай-яй-яй я хотел сказать что можно прямо там в макете вписать конкретную штрихку давайте еще раз попробуем не судьба а значит лучше вам не открывать эти свойства я с таким впервые сталкиваюсь и с большей вероятностью если вы попробуете на своей машине у вас это должно заработать я имею ввиду окошко свойств элемента управления печать штрих-кодов в чем проблема сейчас в том что тонкий клиент вот эту компоненту использовать не может а именно он сейчас запускался поэтому мне придется запускать толстый клиент добавляю кнопку запуска запуска запускаю толстый клиент открываю какой-нибудь товар нажимаю печать вот пожалуйста упрощенный вариант этикетки название и штрих-код обратите внимание штрих-код правильно заполнен вот вам простой пример и предлагаю еще один пример посмотреть печать штрих-кодов для товаров это довольно очевидные примеры где еще применять штрих-кодирование применений огромное количество в учетной системе ну например давайте введем печать документов с использованием штрих-кодов что случается на практике часто довольно таки пусть у нас есть какой-то документ заказ покупателя документ который оставим пустым и представим себе что он работает как заказ и что у нас есть потребность быстро находить эти документы когда у нас есть этот документ в распечатанном виде найти его в базе штрих-код тоже может помочь нам это сделать но сейчас возникает вопрос стоит ли нам генерировать какие-то штрих-коды на эти документы или все-таки подумать если какой-то документ это свойство такое которое нам поможет использовать его в качестве штрих-кода опять же кто был хотя бы на вводных курсах знает что есть у каждого документа ссылки и что эти ссылки уникальны в пределах информационной базы соответственно если у нас нет других информационных баз то мы вполне можем печатать в качестве штрих-кода уникальный идентификатор этого документа не будем генерировать какие-то там штрих-коды и где-то их хранить единственное что нам нужно это какая-то функция которая из ссылки будет выделять тот самый код который нужно печатать она довольно простая но ее нужно описать это я сделаю в общем модуле называется штрих-кодирование мы подобные примеры смотрим еще и потому что в типовых конфигурациях очень похожим образом штрих-кодирование реализована функция называться будет получить код по ссылке нам нужна ссылка в качестве входного парамента сама функция должна содержать свой экспорт а как работать должна она у ссылки есть вы знаете метод уникальный идентификатор что он делает он из ссылки выделяет ту часть которая содержит уникальный идентификатор и все причем типы уникальный идентификатор это отдельный тип но к счастью этот тип преобразуется в функции строка в строке какого формата строка у нас получится это будет строка примерно такого вида какие-то символы числа точнее но они будут разделены дефисами нам эти дефисы нужно убрать и поэтому мы применим здесь функцию стр заменить просим заменить все символы дефис на пустую строку с вот и готова функция и можем организовать печать давайте немножко усложним задачи и на печать выводить мы будем не только код по которому можно найти документ но и например префикс нашей базы предположим мы используем много баз информационных соответственно было бы удобно в штрих код записать не только идентификатор документа но и например какой-то код этой информационной базы чтобы мы понимали этот штрих код относится к этой базе или к какой-то другой я введу константу по этой причине дополнительно код информационной базы пусть это будет строка ну и осталось написать что-то для печати для документа заказ конструктором печати собираем механизм печати печатаем код названия плюс штрих код штрих код я добавлю куда-нибудь в начало вот сюда таблицы рисунки вставить объект вот штрих код снова убираю рамку снова имя этого рисунка штрих кода и снова в коде нужно прописать заполнение но пока подумаем хватит ли нам вот этих вот символов для того чтобы закодировать штрих коде что мы собираемся закодировать у нас один только уникальный идентификатор уже не помещается сюда а поэтому стоит подумать про то то какого типа штрих кода мы будем сейчас печатать это уже явно не тринадцатисимволный штрих код это будет какой-то другой ну и один из распространенных сейчас вариантов это вот этот pdf417 шестой по номеру тип который позволяет приличное количество символов записать в штрих код это уже двухмерный штрих код поэтому тип кода у нас будет шесть ну я добавлю в запрос ссылку на документ и при выводе опять заполняю свойства рисунки штрих код объект тип кода шесть соответственно про контрольный символ можно уже ничего не писать нужно лишь написать сообщение каким будет сообщение в сообщение мы запишем давайте такую сложную строку в первой у нас будет многострочный текст во первых в первой строке мы запишем название точнее кода узла или кода нашей базы что мы там в константе записали константы код базы получить плюс перенос строки на следующей строке мы пишем уже ссылку назовем это кодом выборка ссылка и из ссылки мы можем получить код с помощью общего модуля а общий модуль называется у нас штрих кодирование так и вот как то так запускать стоит сразу толстый клиент создать документ можно сразу его записать и напечатать вот пожалуйста двумерный штрих код который содержит текст у кого установлены в телефоне какие-нибудь читалки штрих кодов можете убедиться что эта штука действительно содержит тот текст который мы записали вот если хотите можете сделать снимок с экрана и проверить что текст здесь действительно содержится а что касается считывания естественно при разработке конфигурации мы имеем возможность читать штрих коды для этого мы можем использовать чаще всего используется специальное оборудование подключаемое к клиентскому рабочему месту но это уже отдельная тема это отдельный разговор поэтому в этом семинаре мы не читаем штрих коды мы их только печатаем точнее смотрим на одну из принципиальных возможностей это сделать итак я думаю понятно что такое компонента 1с баркод и что она может она может в печатные документы позволить вам вывести штрих коды разных типов спасибо за внимание спасибо спасибо спасибо